Дорогие товарищи, здравствуйте! 22 ноября 24 года Краснодарский край Попытаюсь быть кратенько, но не получится, наверное, в десятку, навряд ли войдем Минут Ну, сегодня день матери Я поздравляю всех мамочек, желаю вам всего самого лучшего Я всегда считал мамам, женщинам, при жизни нужно ставить памятник Но это настоящим мамам и женщинам Не те, кто юбки носят Ну, это такое дело Я здоровочка вам желаю, счастья, мирного неба Вспомним своих мамочек, естественно Но жалко, что уже у многих мамочек нету, и мы сироты Ну, я не об этом, не будем о грустном, давайте поговорим по-другому Сегодня 22 ноября, я устроился в 79 году в милицию, ребята Это шикарнейший момент в моей жизни Я очень доволен, что я это сделал И я еще раз повторю, я бы целовал себя в одно место, если бы достал За то, что я все-таки пошел работать в органы внутренних дел Ребята Так что вы меня понимаете, можете поздравить Ну, к этому моменту, к этой дате как раз, к милиции Я хочу вот прочитать один комментарий Я его удалил, конечно, заблокировал этого Федю Пишет, Сергей, ответь, пожалуйста, только честно А не так, как ты рассказываешь нам байки Какие байки я рассказывал? Я еще ни одного слова не соврал Единственное, вот, соврал, что сын у меня знает пять языков Он говорит, пап, я не пять знаю, я четыре знаю Вот это я соврал А все остальное, правда, как говорится, вот и крест Только что ты сказал, что какой-то юноша пошел добровольно на СВО А почему твой зять не защищает ни батькивщину, ни страну? Ну, во-первых, у меня зятей нету, это раз Во-вторых, батькивщину, ты имеешь в виду Украину До такой степени не хочется защищать Я чуть позже скажу, там другая тема будет А у меня сыночек, тот, который сейчас со мною Который в Россию уехал, который мы получили гражданство Да, мы получили сертификаты на жилье Да, мы получили помощь Да, мы, нам поменяли права бесплатно за полчаса Поменяли номера Да, я благодарен России Понимаете, в чем вопрос? Я благодарен Мне пенсию шикарную дали, милицейскую Ну, я, говорю, шикарную Можно было бы и больше Там 34 с копеечками у меня А сколько у тебя, Федя? Ну, я не знаю, Федя, Федя, просто так называю, Федя Ну, мы дойдем до этого Сыночек, когда пришел ему призывной возраст Ну, я мент, у меня куча знакомых в военкомате, везде Сам понимаешь, потому что, ну, сами понимаете Я до всех обращаюсь И Новак Анатолий Анатольевич, военком Береславского района Херсонской области Говорит, Сережа, ну, давай Колю отправим, ну, сына Хотя бы в музыкальную роту Он сам баянист у меня, понимаете, интеллигент Я говорю, Колечка, ну, давай пойдем В Севастополь надо было военный оркестр Самое, призвать Он, нет, пап, я не пойду в армию ни при каких условиях Что хотите, делайте, я в армию не пойду Ребята, есть люди разные А Коля мой, пацифист Если вы знаете, что такое слово пацифист Это человек мирный, против войны и против всего Он терпеть не может А еще, знаете, наслушался от других идиотов Что в армии там дедовщина Там будет издеваться, командовать Деды, старики там будут тебя строить, угнетать А Коля не любитель этого Тем более, уже возраст был у него Уж после института Поступил и все прочее И говорит, я не позволю Я их там перестреляю Не дай бог, кто-нибудь меня там елки-палки Я их там перестреляю Образно говоря Ребята, вы понимаете, чей вопрос? Вот тебе и батькивщину Какую батькивщину? Я дойду до этой батькивщины Ему сейчас уже 37 лет 37 лет Он не служил никогда в армии Он даже, вот я говорю Старший у меня и оружие почистит И патроны позаряжает И все прочее и так далее И пистолет макаровский мой, и тетевский чистил А младший, который сейчас со мной И о котором ты разговариваешь Называешь его зятем Это сыночек мой родной, любимый Николай Сергеевич Он никогда не подойдет к этому Ни оружию, ни к чему Я его пару раз заставил Пострелять пистолетом Хоть понять, что он такое Понимаете, чей вопрос И все, ребята Так что, Федя, извини Так Вот не он что-то поимел Спокойную жизнь Без бомбежки и так далее И так далее Льготы, субсидии и все прочее Отдать что-то нужно в этой стране Мы отдаем России дань Мы никогда не выканем мусора Мы за порядок Я снимаю ролики, рассказываю о России Только в хорошем разрезе Хотя есть и в России куча проблем Просто я еще не созрел Тут у меня намечается одна тема И я посмотрю Я написал жалобу в прокуратуру Как оно будет Я все это расскажу Понимаете, чем он был? Ну, бог с ним Об этом А по поводу милиции Скажу так Туда шли и идут те Кто не хочет работать Хочет получить прописку По ускорению жилье И другие привилегии Знаю множество примеров Глядя на своих однокурсников Соседей, знакомых, бывших, конечно Так как мне уже восьмой десяток Я, конечно, не психолог Но твои узкие губы И бегающие глаза Говорят о многом Ребята Вы знаете Мне этот комментарий Вообще добил Мне так смешно Аж плакать хочется Не, не волнуйтесь, ребята Я не переживаю Я в душе смеюся Узкие губы Неужели у меня такие узкие губы? Я не могу А бегающие глаза Да, ребята Ну, во-первых, я сейчас на работе сижу Я смотрю во все стороны Ну, положено А во-вторых, на самом деле У меня бегающие глаза Почему? Потому что я всю жизнь проработал в милиции Дорогой ты мой Я всегда ходил в форме С оружием Понимаешь, еще вопрос Я У меня всегда был инстинкт самосохранения Я иду Туда смотрю А вижу сзади, сбоку Все я вижу Я чувствую всем Всем нутром Опасность, которая Исходит по отношению ко мне И не потому, что я там плохой Мне губы кому-то не понравились Или еще что-то узкое Или широкое Или длинное Ты бы туда посмотрел бы лучше Чем на мои губы узкие Я боюсь, что может быть Кто-нибудь Из-за пистолета Из-за удостоверения Чтобы потом использовать это все В преступных целях Не пырануть сзади Понимаешь, еще вопрос Я заходил в подъезд Без фонарика я никогда не хожу Вообще До сих пор я с фонариком Ночью хожу Если я в подъезд захожу Коему-нибудь темный День освещено Я сначала потихонечку освещу все А потом только захожу Потому что я Понимаю, что если меня Зарежут Или калека сделают Кому я буду нужен Понимаешь, еще вопрос Так что, дорогой ума Насчет бегающих глаз Я тебе об этом уже сказал Я в автобус захожу Вот лиазы были раньше Помните, такие вот Площадочки сзади Я всегда становлюсь спиною К стенке А лицом К людям Потому что спина Это самое незащищенное место У человека Понимаете Потому что я не вижу Что там делается сзади А спереди, извини У меня есть шанс И отбить И отреагировать И все прочее И так далее А насчет того Идут кто идет Там не идет Это я даже по себе скажу Я пошел В органы внутренних дел В милицию По определенной выгоде Что не нравится Я правду тебе говорю Потому что я знал Что военные И силовики Уходят намного раньше На пенсию И пенсия у них Намного выше Чем у таких работяг Как ты Которые Отработали до 60 Или до 65 И получают В два раза меньше У меня Пенсия Сколько тебе я сейчас Пенсия У меня сейчас 34 с копейками И еще Около 8 Должна подойти Страховая пенсия У меня будет Сороковничек Для меня это Вот так Я не начал Ни пить, ни курить Еще раз Напоминаю об этом Некоторым Баранам Я знаю Об этом Что Людей Жаба давит Особенно Я знаю Своих одноклассников Которых уже Половины нету Которым Когда узнали Что я Вот так Рано А я в 41 год Шел на пенсию 41 год Представляешь ты Я бы мог Получить новое образование Еще раз Жениться Вырастить детей До 60 лет За 19 лет Можно вырастить детей Можно Понимаешь Все Обрат А ты пахал До 60 Тяжело Или не тяжело Это твоя проблема Любая Работа Почетная Я тут Не против Не имею Слесарь Или тракторист Или водитель Или Кто угодно У меня братья Близнецы 49 года На 10 лет Моложе меня То есть Старше меня И они Узнали Что я ушел На пенсию В 41 год Говорит Ёлки-палки Сопливый пацан Ушел На пенсию Так рано Где социальная Справедливость Да На самом деле Ребята Но вы не забывайте Я обращаюсь С тем Кто не понимает Этой системы Что работа В милиции Намного Опаснее Сколько Людей Погибло Столько Людей Поспевалось Не выдержало Нагрузки И все прочее И так далее Их Поувольняли А потом Они Ой Мне оставалось Год там Полтора до пенсии Дурак Не доработал А сейчас бы Заодно уже на пенсии Был бы Как и ты А я вот пошу А здоровья уже нету Еле хожу А работать надо Потому что Пенсию же надо Заработать А я ушел 41 год На пенсию Так что Федя Ты меня понял Да А насчет Узких губ Ну ты даешь Другое место Заглянь Там у меня Немножко шире Так Второй вопрос Ну в эти Я так понял Месяца Наверное Годовщина Майдана Я так понял Ну который Произошел В 2014 году В Украине На моей родине И Тут написал Один житель Харькова Еще 6 марта 2014 года Вот такое Маленькое Обращение Послание Не знаю Не знаю Вот это фейк Я не в курсе Но Я с каждым словом Здесь согласен Полностью Зачитаю Оригинал По нашей стране Почти четверть века Гуляет Такой воздух Свободы Равенства Братства Которого больше Нет нигде Поняли да С каким он Подвохом Это пишет Он правильно говорит А от кого Мы независимы Знак вопроса Каждый из нас Включая грудных детей Должен Более 3000 долларов Это наш долг Миру 140 миллиардов долларов Ребята Так это было В 2014 году А представьте Сколько сейчас Долг Это пипец всему За эти годы Мы стали Независимы Только от своей Истории Языка И предков Нас заставили Отказаться От своих Великих Подвигов И достижений Нашего народа Почему-то Наши герои Теперь те Кого наши Предки Давили Великую Отечественную войну Мы Полностью Победители Прекращаются В общем Такое Давят Давят Они же не хотят Слышать правду Понимаете Потому что У них же правда своя А я Говорю Что ребята Надо жить мирно Тем более С Россией Нам нужно было Жить мирно До такой степени Что дальше некуда Дальше некуда А вы Допрыгались Доскакались А теперь Прилетела Уже Межконтинентальная Ракета прилетела Ребята Это вам не шуточки Владимир Владимир Четко обозначил Ребята Ведите себя нормально Давайте договариваться Иначе вам будет хана Так что Будьте здоровы Немножко думайте Головой А не одним местом Все До свидания До встречи